Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Дарья Немкова, я книжный блогер. Надеюсь, что твой любимый книжный блогер. Если ты до сих пор на меня не подписан, самое время подписаться. Все ссылки найдешь в описании под этим роликом. Ребята, у меня новая кружка и здесь у меня кофе. Я вам советую тоже налить себе чего-нибудь повкуснее, погорячее и, собственно, устроиться поудобнее. А мы с вами начинаем! Я совсем забыла сказать, что же у нас будет за ролик. Ребята, книги появляются просто с какой-то, не знаю, неимоверной скоростью. Я не успела столько читать, насколько быстро они у меня пополняются. Но я, честно признаться, как бы не грущу от этого. В общем, давайте все-таки уже приступим, и я вам покажу книгу, которую я забрала прямо сегодня, ребята. Это Дарк Роуги от Анны Пушкиной. Посмотрите, она такая великолепная, прекрасная, красивая. Ребята, я смотрела на нее очень давно. И, как обычно, Полина, ох, Поли Мук, спасибо за то, что она советует мне самые крутые книги. И я так подумала, ребята, ну, цвет это, ну, как вы понимаете, да? Эта история реально достойна и вашего внимания, и моего внимания. Потому что я, кстати говоря, видела недавно ее, когда мы все голосовали, помните, на Лайфлибе была премия лучшей книги 2022 года, по-моему, так она называлась. А Дарк Роуги попал в финальную пятерку. Я считаю, что это очень круто, очень достойно. И, ну, это так, слово. Мне сказали, что в марте уже планируется выпускаться вторая часть, поэтому я, сейчас, ее прочитаю. И буду с большим нетерпением ждать вторую часть. Я точно знаю, что это будет трилогия. В общем-то, ребята, давайте я вам расскажу, что у нас здесь по аннотации. Единственная дочка князя Потавы Амидора сбежала из отчего дома накануне помолвки. Всю жизнь ее магическую силу подавляли, и единственной целью девушки стала свобода и желание обудать магию, управлять которой она не умеет. Сбежавшая наследница прячется в соседнем княжестве Кроуги и попадает в руки Рагонга, князя Кроуги. Вау. Ей надо научиться управлять своей магией, принять себя и свой дар, простить отца, научиться любить, чтобы понять, кто она и для чего она рождена. Ведь, возможно, Амидора единственная, кто может спасти своего любимого и пять княжеств от полного разрушения. Я вот надеюсь, что я произнесла Амидора, не Амидера, а может быть Амидера. Я обязательно после этого ролика напишу, знаю людям, которые должны точно быть в курсе того, куда падает ударение. В общем, ребята, простите, если она Амидера, пусть будет Амидера, если она Амидера, то я не знаю, ребята. В общем, я обязательно после этого ролика, после того, как запишу этот ролик, напишу автору и спрошу, как правильно, куда правильнее поставить ударение. А если вы знаете, то обязательно мне напишите в комментариях, обязательно пишите. И если вы читали эту книгу, также пишите. Я ставлю её в план на январь. Я вот прям сто процентов её буду читать, и в телеграм-канале будет читательский дневник. Поэтому, ребята, подписывайтесь на телеграм-канал. И вот, что я вам хочу ещё показать. Здесь есть карта. Это вот самое для меня, что ни на есть, крутое, потому что, когда я читаю книги, мне очень хочется смотреть, куда же перемещаются главные герои. А ещё я нашла здесь вот такую иллюстрацию. То бишь, а, посмотрите, я надеюсь, вам видно, я очень надеюсь на это. Друзья, ссылку на эту книгу я оставляю в описании под этим роликом. На канал автора там же найдёте ссылочку, а мы приступаем дальше. Ко мне приехал недавно курьер от Миф, и скоро он снова должен будет ко мне приехать. Он привёз мне полный дом призраков, ребятушки, полный дом призраков. Я читала первую часть, я осталась без ума. По случайным обстоятельствам у меня было две первых части, потому что мне по ошибке прислали не вторую, а первую. И я подарила её своей младшей добьюродной сестре, ей безумно понравился комикс. Я говорю, мне тоже очень понравился. В общем-то, в этом комиксе у нас рассказывается про такой вот некий городок Чудовей, и в котором стоит на экране необычный дом. Вот как здесь на обложке дом призраков. Почему? Потому что там водятся призраки в единственном месте, и призраки очень такие классные, добрые, самобытные. И у нас есть маленький мальчик, который приезжает в этот дом вместе со своими родителями. Но родители постоянно ездят по всяким командировкам, и они особо за ним не следят. И он грустит от этого очень сильно, потому что, ну, всем детям хочется родительской теплоты и любви. И, собственно, эти привидения заменяют ему, ну, как-то такое вот родительское внимание. Однажды, это вот я вам про первую часть говорю, под видом нянек в этот дом приезжает охотница за привидениями, и там вот рассказывается про эти приключения. В общем, ребята, очень крутой комикс. Я с удовольствием, с большим нетерпением ждала вторую часть, и скоро я буду её читать. Я уже заглянула на первой странице, прочитаю, думаю, что меньше, чем за час, потому что, ну, это классно, мило, по-доброму, с харизмой, да, очень даже смешно иногда бывает. В общем, ребята, мои рекомендации. Ещё два комикса. Руманга, ты мой, от Джо Котляр. И Дэмон, Кио, Кио, Руманга, Руманга, да, от Кио-Кио. Ну, наверное, от Кио-Кио, да. Что-то я затупила немного. Тоже всё очень красиво, всё такое глянцево. Ребята, я обожаю, я просто обожаю, я просто обожаю Миф. Так, смотрите, что я хотела посмотреть. Вот у меня есть Манхва от Мифа, а теперь у меня ещё есть и Руманга. Я в последнее время уже 500 раз вам говорю о том, что как сильно, как сильно мне нравятся графические романы. Манхва, Руманга. Кстати, Румангу ещё ни разу не читала. У меня также есть вот Попкорн Букс Руманга. Поэтому, друзья, что? Ну что? Я тащусь от этого всего. Скоро мне приедет ещё Лерия Ана. Мне приедет ещё что-то, 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 что-то. Госпожа Какуяка. Мне приедет... Я не могу. Всё, это конец. Я ступила на тропу вот этого всего. Также, я не знаю, показывала вам или нет, но у меня появилась фанатка. Манга-адаптация. У меня ещё есть и манга. То есть, я кайфую от этого всего. Мне безумно нравится это разглядывать, читать, погружаться в этот мир азиатской литературы. Короче, всё, я улетела. Дальше книга, которая ко мне приехала, это Люси Кристофер «Взаперти». Очень красивая, красивейшая книга. И вообще, по идее, я когда читала аннотацию, эта история должна получиться очень пронзительной, как мне кажется. Написала у нас, я уже сказала, Люси Кристофер. И у нас здесь есть Тай, главный герой. Он похищает Джему. Ей 16 лет, всего лишь 16. И похищает он её в аэропорту Бангкога. Первое время девушка пытается защититься и сбежать. Но постепенно проникается личностью странного молодого человека. И начинает понимать его поступки. Странно. По ходу развития сюжета читатель преодолевает соблазн воспринимать книгу как романтическую историю. А Джема борется с чувствами к своему похитителю. Кстати, в книгу включены комментарии психолога Яны Катаевой, которая делится опытом терапии и размышляет о том, как не попадать в токсичные отношения. Я вам говорю, это будет очень интересно. Я прям чувствую. Я уверена, это точно нужно прочитать. Я обязательно вам об этом расскажу, потому что я люблю такие темы. И мне иногда очень сложно читать такое. Но это нужно читать. Книга, которую нам презентовали на мероприятии у МИФ, когда порвётся нить, Ники Эрлик. Она также безумно красивая, ребята. Но я вам сколько раз говорила, мне кажется, цвет сезона 2022... Какого сезона? Я сказала, цвет 2022 года. Мне кажется, у книг это какой-то такой фиолетовый, лиловый. И я безумно сильно люблю этот цвет. Люблю вот просто всей душой. Да что ж там говорить-то? Вот, ну вот, посмотрите. Всё в таких цветах. Я рада. В общем, когда порвётся нить, по-моему, у нас это даже ритейлик на что-то. Ну, конечно, 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 ритейлинг. Одним мартовским утром каждый человек на планете старше 22 лет обнаруживает на пороге своего дома деревянную шкатулку. Где хранится ответ на вопрос, сколько лет ему отмерено? Теперь все оказываются перед одним и тем же выбором. Хотят ли они узнать, как долго проживут? Если да, то что делать дальше? Ничего про главных героев не написано, но я слышала уже какие-то положительные и классные отзывы, что многим людям это нравится. И... А мы с вами, в общем-то, проверим, как оно там будет. Ребятушки мои, долгожданная книга, которую я очень сильно себе хотела. Это «Однажды разбитое сердце» от Стефани Гаргер. Я её взяла себе в издательстве Freedom. Мы заходили с Полиной туда, там надавали книжуль. И... Ребятушки, но если вы ещё не читали «Караваль, легенда и финал», стоит этим заняться. И все, кто спрашивали, можно ли читать «Однажды разбитое сердце», не читая «Караваль», лучше не надо этого делать, потому что говорят, что там будут и отсылки, и чтобы лучше понимать мир, нужно прочитать «Караваль», а я считаю, что нужно прочитать ещё и «Финал», потому что в третьей части этой трилогии рассказывается вот прям действительно, поэтапно, глубинно рассказывается, какое мир устройства. То есть, я считаю, чтобы вы вот прям вот поняли, что же там происходит в этом «Каравале», нужно прочитать обязательно третью часть. Даже если вам не понравилась первая часть, всё равно читайте вторую, там будет очень интересно. Что у нас будет в «Однажды разбитое сердце»? С детства Эванжелина верит в силу истинной любви, пока не получает печальную весть. Люк, любовь всей его жизни, женится на другой. Помолвкой с её сводной сестрой Марисоль явно подстроена жестокой мачехой, наложившей проклятие на Люка. Как быть? В отчаянии Эванжелина заключает сделку с коварным принцем Сердец. Я его помню. А вы помните, ребята? Я думаю, что кто читал первую, вторую, третью часть, помнит, кто такой принц Сердец. В третьей части он также раскрывается, прям вот во всей полноте. И продолжаем. В отчаянии Эванжелина заключает, как я уже сказала, тот согласен расстроить нелепую свадьбу в обмен на три поцелуя Эванжелины, подаренных тому, кого он выберет сам в нужное время. Вскоре Эванжелина осознаёт, что Сторг, что Торг с бессмертным равен вступлению в опасную игру, где на кону её жизнь. Принц Сердец желает получить от девушки гораздо больше. И в конце её ожидает либо величайшая на свете счастья, либо самая страшная в мире трагедия. Кстати, здесь оставила свой комментарий Кассандра Клэр. Вот так-то. Ну, я давно отдала своё сердце Стефани Гарбер, а как вы, обязательно напишите в комментариях. Дальше распаковываем одну красотку. Проклятие короля оборотня. Я за ней следила, за этой книгой очень давно. С того момента, как нам показали зарубежную обложку, сказали, что Фридом выкупил права и будет издавать её. Почему меня заманила вся эта книга, я даже, если честно, не знаю. Наверное, мне очень понравилась обложка, и прям она меня так... А знаете почему? Потому что ритейлинг на красавицу идёт и чудовище. Вот поэтому. Всё, чего желает Джема, это собрать осколки своего разбитого сердца и оставить позади мир индрик и обмана. Но когда она попадает в плен королю Фейри, то снова оказывается втянута в опасную игру. Король Фейри, я это обожаю. Измученный проклятием король Эллиот решается использовать ничего не подозревающую Джему. Всё, что ей нужно сделать, — спасти его от неминуемой гибели. Но есть одна сложность. Для этого им придётся обманом заставить кого-то влюбиться в чудовищного и опасного Эллиота. Вау! Однако там, где ещё недавно были ненависть и страх, однажды могут пробудиться любовь и желание. Ну, блин, я обожаю. Красавица и чудовище — это прям моё всё. И я понимаю, в чём будет заключаться сюжет. Сможет ли Джема отказаться от своих чувств? Или любовь заставит его пожертвовать куда больше, чем собственным сердцем? Ребятушки, 18+. Пока что не знаю, почему 18+. И, кстати говоря, уже есть даже, по-моему, предзаказ на вторую часть. Я не знаю, слышали вы про эту историю или нет, но присмотритесь. Кому нравятся ритейлинги на Красавицу и чудовище, кому нравятся фейри, вот, собственно, присмотритесь. Дальше. Книга, которую я также взяла у Фридом. Она абсолютно, абсолютно спонтанно попала ко мне в руки, потому что дорогая Аня, сотрудница Фридом, сказала, девочки, выбирайте себе книги. И там лежала «Неумолимо» от Карен Линч. И я сказала, хорошо. И выбрала себе её. Также, почему здесь 18+, я не знаю. Она очень красивая. И также в моих любимых цветах синий цвет. Для меня это прям большая любовь. Жизнь Сары изменилась 10 лет назад. Я знаю, почему я её выбрала. Я вспомнила, потому что там есть варпиры и оборотни. Этого достаточно, чтобы я, как бы, взяла себе книгу. Жизнь Сары изменилась 10 лет назад, когда её отца жестоко убили. 17-летнюю девушку всё ещё преследуют воспоминания о том дне, а желание узнать правду не покидает ни на секунду. Сара верит в существование сверхъестественного и обладает загадочной способностью исцелять магических существ. Когда в Портландии, городе, населённом оборотнями, вампирами и демонами, начинают пропадать девушки, Сара решает выяснить, кто за этим стоит. Ей приходится искать ответы в самых тёмных уголках мрачного города, где она встречает безжалостного вампира Элая, демона-воина Николаса. Николаса, блин. Один объявляет на неё охоту, а второй предлагает защиту. Но сможет ли Сара довериться демону, который знает её самую страшную тайну? Роман будет экранизирован в формате сериала. Ребята, читать нужно срочно. Сейчас глотну. Читать нужно срочно. Я только что увидела, что будет экранизация. Дальше. Ребята, я не перестану вам говорить про Полину, потому что большая часть книг появляется у меня из-за неё. Но, надеюсь, в скором времени большая часть книг у неё будет появляться из-за меня, потому что я ей советую всякие манги, руманги. Вот это я ей посоветую. Ладно, кстати говоря, купила. И в скором времени, я надеюсь, ей всё-таки придёт конец злодейки смерть. Очень, кстати, интересная манхва. Так, ребята, осколки прошлого. Я вот это обычно снимаю. Супер. Такой полусупер. Маленький полусупер. Посмотрите, какая она красивая. И опять, ребята, ну что ж такое-то, ребятушки, что ж такое вы творите? Угадайте, что происходит. А происходит здесь синий цвет, который мне очень нравится. Полина мне сказала, бери, тебе это надо. Ну, а я не стала сопротивляться. Вот обожаю, как Инспирия делает вот такие развороты здесь с автором. Как он выглядит и какие-то такие данные. В общем, мне это очень нравится. По аннотациям у нас здесь, кстати, она такая пухленькая. Андреа Оливер думает, что знает о своей матери всё. У Лоры никогда не было от неё секретов. Живёт в тихой и счастливой жизни в маленьком прибрежном городке Бель-Айл. Работает благопедом и дружит со всеми соседями. По крайней мере, такое её всегда знала Андреа. Спокойный, заботливый и жизнерадостный. Но всё меняется, когда на них жестоко нападают в кафе. Лора совершает то, чего дочь и представить себе не могла. Спокойно расправляется с нападающим. Неужели мама способна на такое хладнокровие и жестокость? Как будто стала совершенно другим человеком. Ну, так и есть. Почти 30 лет Лора скрывалась от себя прежней. Затаилась в надежде, что её никто и никогда не найдёт. И вот она разоблачена. Теперь им обеим грозит опасность. Но Лора отказывается говорить с дочерью. Андреа придётся самой по кусочкам раскрыть секреты. Прошлому матери, чтобы спасти обеих. Полиня сказала, что это просто бомбическая книга. И вот она. Смотрите, она здесь. Собственно, я ей поверила в это. И, короче, ребята, присмотритесь. Если вам нравится такое. Мне такое очень нравится. Посмотрим. Я люблю пухленькие книжечки. Обожаю. Дальше, ребята. Я так сильно хотела. Книги себе от Коллин Гувер. Вы знаете, у меня уже одна есть, которую я выиграла на стенде Инспирио на выставке Non-Fiction. И мне прислали две Коллин Гувер. Новые книги. Давайте по порядку. Уродливая любовь. Эту книгу я уже... Ну, как бы, я знаю про эту книгу очень-очень давно. А это абсолютно не новинка. Вообще не новинка. Но новинка в смысле переиздания. В переиздании это новая книга. Ребята, я надеюсь, вы меня поняли. Надеюсь, вы меня поняли. Я очень так плохо изъясняюсь. Но, в общем, как-то так. Очень, очень красивая, симпатичная, хорошенькая книга. Вот я сейчас ее листаю и думаю, а куда же я поставлю все эти новые книги. Не понимаю. Ох, в общем, если честно, мне давно еще советовали эту историю. Еще даже, наверное, в 2019 году. Я помню, была такая не очень красивая обложка. И сейчас покажу вам ее здесь. Вот, а теперь прекраснейшая обложка. Дэйд приезжает в Сан-Франциско гостя к брату. Но первым, кого она встречает, на пороге его квартиры становится некий Майлз. Его приятель-пилот. Ой, приятель-пилот. Вот, ребята. Отношения у Тейд и Майлза с самого начала не складываются, но странным образом перерастают в своего рода зависимость, физическую связь, которая причиняет им больше боли, чем удовольствие. Вау. Но не вау. Это не вау. Ребята, это не вау. Это точно не любовь с первого взгляда. Ну, что-то тут очень ценное, от чего они оба не могут отказаться. Майлз не хочет привязанностей, а у Тейд нет времени на отношения. Они устанавливают между собой всего два строких правила. Не спрашивать о прошлом и не рассчитывать на будущее. Но вскоре все их договоренности рушатся, как карточный домик. Я даже не удивлена. В общем, такая вот красотка. Буду точно читать, потому что давно ее хотела. И вторая книга от Колин Губер. Это у нас напоминание о нем. Вот она. Уже показывала. Ну, давайте еще раз. Обожаю распаковочки. Обожаю. У меня распаковок на канале больше, чем всего остального. Но я не успеваю читать. Правда говоря. Правда говорю. Много работы. И читать. Ну, вот как-то так. Как-то так. Читаю по мере возможностей. Если честно, мне кажется, нужно уже поговорить с вами об этом. Что меня очень волнует, что я мало читаю. И я прям действительно часто переживаю и задумываюсь об этом. Вот. Ну, как бы извините, если вам хотелось больше от меня видеть прочитанного. Но, к сожалению, пока что совсем никак. Из-за ошибки суда Кенна несколько лет не видела свою маленькую дочь. И вот она возвращается в город, надеясь, что сможет наладить прежнюю жизнь. Но мосты сожжены. И некогда близкие люди отвернулись от нее. Лишь один человек готов дать Кенне второй шанс. Владелец местного бара Ledger Oath. Их лечет друг к другу. Но риск слишком велик. Если об их романе узнают, давление общественности разрушит не только их жизни, но и будущее дочери Кены. Между ними стоит сложное прошлое чувство скорби и напоминание о нем. Человеке, который когда-то был слишком важен и для Кены, и для Ledger. Призрак, которого, кажется, останется с ними навсегда. Слушайте, ну, как-то грустновато. Вам не кажется? А мне кажется, что как-то грустновато. Оказывается. Кстати говоря, здесь есть отзыв Аси Лавринович. Ой, ленивая Асечка. Так, что у нас здесь с вами осталось? Осталось всего лишь две книги. Так, сейчас, мне кажется, у меня что-нибудь грохнется. Давайте подвинем. Осталось у меня всего лишь две книги, и это все от Инспири. Ребеточки, я вас люблю. Юля, которая работает теперь в Инспири, мне дала вот такую вот красивую книгу «Ответ на письмо Хельге». Прекрасная история, я надеюсь на это. Это у нас скандинавский писатель, и как вы можете понять по обложечке, очень даже такая вот она зимняя. В общем, у нас есть главный герой, его зовут Бьяргни Гисталасон, ну, мне очень сложно выговорить. И он, собственно, владелец фермы, какой-то вот общины. И у него в молодости была Хельга, которого он очень сильно любил. И она решила уехать из этой фермы, с фермы, и прибираться в город. Но наш главный герой отказался, не знаю, не знаю почему, мы никто не знаем. И в этой книге он пишет письмо Хельге, и объясняет ей, почему он не смог поехать, почему он отказался. Ну, то есть он бросил любовь всей своей жизни, почему он это сделал, непонятно. И как-то так. В общем, ребята, это, мне кажется, очень интересно. Но мне сказали, если хочешь расслабиться и как-то отвлечься от чего-то, почитай эту историю. Мне кажется, это прям вот безумно круто будет и интересно. Здесь всего лишь-то пару страничек, пару страничек. Здесь, сейчас я вам скажу, 188 страниц. Да, за один вечерочек можно ее проглотить. И еще одна последняя книга в этой распаковке. Любовь без размера. Я так хотела ее, мне очень нравится. Обложка, она такая современная, она такая классная. И вы хотите увидеть разворот? Разворот этой книги, это просто что-то с чем-то, ребята. Это просто что-то с чем-то. В общем, у нас есть здесь главная героиня, которую зовут Холли. У нее умирает муж, она остается одна, несчастная. И как бы, ну вот, она полновата. У нее вот большая цифра на весах. Ну, наверное, она от этого грустит, но в аннотации об этом не сказано. Но судьба удивительная штука. Вот что сказано в аннотации. Она сталкивает Холли с Логаном Монгомери, персональным тренером голливудских звезд. Он предлагает девушке свою помощь. Теперь Холли предстоит долгая работа над собой, но она даже не подозревает, чем обернется это знакомство на борту самолета. Короче, я думаю, что она по нему влюбится. Он ее будет худеть, она похудеет или не похудеет. И все у них будет зашибись. Но мне даже интересно, это какой-то ром-ком или нет. О, кто-то здесь написал. А вот не покажу, не скажу, что здесь написано. Очень красиво. Все очень красиво, классно сделано. И обязательно начну читать в скором времени, надеюсь. Ну, вот мне эта обложка напоминает лето, но я надеюсь, что до лета не долежит у меня. Ну, в общем-то, как-то так, друзья. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И, ребята, не забывайте, на Дарк Роуге я оставила ссылочку. Заходите, смотрите. И вот как-то так. И, дорогие друзья, читайте, а не спите. С вами мы увидимся уже в следующем году. Ура!